Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы вместе с вами будем распаковывать посылку сайта Культ Бьюти. Вот это. Здесь будет Шарлотта Тилбрилл, Лайм Крайм, Виктория Бекхам и много других маленьких радостей. А также здесь будет августовский Гуди Бек. Гуди Бек, если кто не знает, это мешок халявной косметики, который разыгрывается примерно раз в сезон при покупке на определенную сумму. И я теперь каждый свой заказ подстраиваю именно под Гуди Бек, потому что это получается реально выгодно. Ну что ж, давайте не будем больше затягивать и начнем. Поехали! Мои постоянные зрители могли уже заметить то, что у меня изменилась локация съемок. Все дело в том, что мы переехали и я теперь ищу себе новое место. Мы пока что перевезли не всю мебель, так что это временное место. И не удивляйтесь, если в ближайшие несколько видео я буду появляться постоянно в новых местах. Потому что мы будем сначала перевозить мебель, а потом я буду уже искать место для постоянных съемок. Итак, давайте скорее вскрывать все это дело. Хочу вам пожаловаться, пока вскрываю. Я сделала заказ на сайте Charlotte Tilbury на все вот эти вот красивые новиночки. В заказе были красивущие однушки теней, блеск, новый хайлайтер, в общем много-много всего интересного. Я заказала это 20 августа и посылка все еще ко мне едет. Чтобы вы понимали, 28 августа я сделала заказ на Культ Бьюти и он ко мне уже приехал. Вот так-то. Итак, вскрываем. Итак, давайте, пожалуй, с Charlotte Tilbury и начнем. Предупреждаю сразу, часть Charlotte Tilbury, как я уже сказала, я заказывала на официальном сайте. И эта косметика ко мне только едет. Здесь у меня два средства и в следующей посылке, которая ко мне еще не приехала, тоже будут еще средства от Charlotte Tilbury. Так что, если вам интересны распаковки, то подписывайтесь на канал, потому что скоро будет еще много всего интересного. Итак, хватит болтать. И первое, что я взяла от Charlotte Tilbury, это карандаш для глаз в оттенке Walk of No Shame. Дело в том, что я в последнее время подсела на макияжи от Charlotte Tilbury и мне захотелось взять карандаш, похожий на тот, что обычно она использует. Она обычно использует что-то бордово-коричневое. В общем, очень интересное. И я решила себе тоже такое заказать. Стоит собака очень дорого. Очень дорого за один карандаш, но очень-очень, мне кажется, красиво. Вот так выглядит карандашик. Он не автоматический, его нужно точить, он механический. И вот такой вот бордово-коричнево-красный цвет. Красного на самом деле здесь мало, это я уже заговариваю вам зубы. На самом деле данный оттенок выглядит бордово-коричневым. Мне кажется, это очень красивый оттенок, и можно и подводить слизистую, и можно его также наносить в качестве стрелочки. И этот оттенок не должен давать эффект усталых глаз. Следующее средство от Шарлотты это бронзер. Да-да, я все-таки решила приобрести этот бронзер. Сделала это, наверное, самое последнее всех бьюти-блогеров. Но лучше поздно, чем никогда. Оттенок у меня, конечно же, medium. Не стала я брать light, потому что, насколько я поняла, он очень уж светлый. И, скорее всего, его не будет видно на моей коже от слова совсем. Сам бронзер вот такой вот огроменный. Я, честно говоря, понятия не имею, на кой черт нам нужен такой огромный бронзер. Мы никогда в жизни его столько не используем на себя. Но, окей, быть может, Шарлотт Силбери разрабатывала его для визажистов, как и она сама. Но мы не визажисты, так что будет эта штука у нас пожизненно. Вот так он выглядит. Красивый у него оттенок. Хорошо, что есть зеркало. Сама текстура у средства не шелковая. Не шелковая, отнюдь не шелковая. Хотелось бы его похвалить, но не шелковая. И вот такой вот свет, он полу-полу такой прозрачненький, практически незаметненький и немножечко рыженький. Мне кажется, под мой цветотип это отлично подойдет. Но если вы девушка более светлая, то, возможно, на вас это будет смотреться рыжевато. Следующее, что я взяла, это вот такой вот набор от Iconic London. Это набор для бровей. Называется он The Brow Silk Kit. Данный набор я увидела у All Red Autumn и решила то, что мне срочно надо. Просто мега срочно, потому что я обожаю подобные вещи и подобный эффект. Что это такое? Показываю. Это набор из вот такой вот щеточки и геля для бровей. Всего лишь что. Мне на самом деле очень нравится идея использования мыла или любого подобного геля для зачесывания бровей и эффекта ламинированной. И ламинирование. Это на моих бровях это работает очень хорошо, особенно если есть окрашивание. Без окрашивания на моих пляшевых бровях это, конечно, будет смотреться страшно. Но в любом случае, на мой взгляд, это очень классная идея и я уже прямо-таки вижу себя натирающие вот так вот свои брови. Следующее, что я взяла, это керлер для ресниц от бренда Kevin O'Coin. Давайте сначала расскажу свою предысторию с подобными вещами. Дело в том, что я не очень-то сильно люблю керлеры. Одно время я пользовалась этими штуками. Пользовалась достаточно долго, где-то полгода ежедневно я подкручивала ресницы. И потом стала замечать то, что некоторые реснички, вместо того, чтобы смотреть как натурально вот так вот, они у меня стали смотреть прямо в глаз. И мне, откровенно говоря, было очень больно моргать и вообще что-либо делать с глазами, потому что эти реснички мне немного кололи, я их чувствовала и было очень неприятно. Путем долгих, невероятно сложных математических размышлений я пришла к выводу, что, скорее всего, подобная ситуация с ресницами у меня сложилась из-за того, что я использовала керлер. И как только я отменила керлер, вуаля, все проблемы исчезли. С тех пор я керлерами практически никогда не пользовалась, но этот керлер все очень хвалят, и я решила попробовать, быть может, с ним такого не будет. Давайте теперь посмотрим на Викторию Бекком. От нее я заказала всего несколько средств, но невероятно интересных. Во-первых, это однушка теней в оттенке Минк. Вот так выглядит эта однушечка. Она очень маленькая, но при этом она увесистая, и ты чувствуешь то, что ты держишь в руках люкс. Это очень приятно. А внутри есть вот такая вот защитная крышечка, и вот они сами тени. Давайте, конечно же, в них влезем, потому что в них невозможно не влезть. У них очень кремовая, красивая текстура. Вот, посмотрите, они легли на руку без малейших каких-то проплешинок. Растираются они очень мягко, нежно. Всего одного нажатия на тени мне хватило, чтобы нанести их вот так вот. Мне кажется, это выглядит очень красиво, и на глазах это должно выглядеть просто потрясающе. Следующее средство от Виктории Бекком это карандаш. Карандаш в черном оттенке. Вместе с карандашом сразу же идет точилочка. Вот так это все вместе выглядит. Перевязанная резинкой для денег. Честно говоря, выглядит это совсем не люксо и не престижно. Но почему бы и нет, окей. Иными словами, за эти деньги вы покупаете не только карандаш, но и точилку. Даже если точилка вам не нужна, вы все равно ее приобретаете. Но, насколько я поняла, данный карандаш просто-напросто не точится другими точилками, потому что размер не подходит, и поэтому нам вот так вот навязывают точилку. Сам карандаш вот такой вот двухсторонний. С одной стороны у карандаша сам карандаш, а сам крифель. С другой же стороны находится вот такая жопка, которой можно карандаш растушевывать. Давайте теперь посмотрим на сам карандаш. Ох, ого, о господи. Карандаш очень черный, но при этом он невероятно мягкий. Я буквально докасаюсь чуть-чуть им до кожи, и сразу же возникает такое ощущение, как будто бы он как мороженка начинает плавиться на коже. Я опять-таки об этом всем слышала уже от других блогеров, но все-таки почувствовать это на себе, это совсем другое, нежели чем слышать это от кого-то. Держитесь, это почти все. Из моего заказа осталось еще всего две позиции. Первая из которых это блеск бренда Lime Crime Wet Cherry. Я взяла блеск в оттенке Naked Cherry. Уже очень-очень я устала на них смотреть, облизываться на эти блески, и решила, что пора, пора его тоже приобрести. Кстати, в этом заказе я очень хотела приобрести палетку от Наташи Деноне. Она такая повседневно фиолетовая. Вставлю здесь картиночку, но каждый раз, когда появляется гудибэк, эта палетка исчезает из наличия, и уже второй раз я не могу ее купить. Просто какой-то кошмар. Но, по секрету вам открою, в августовском гудибэке как раз-таки будет палетка от Наташи Деноне. Тоже пятерка, но полноразмерная, не мини, но, к сожалению, не та, которую я хотела. Но мы еще узнаем, какая именно там будет. Возвращаемся к блеску. Блеск вот так вот выглядит. Ничего, на мой взгляд, особенного не должно быть в этом блеске. Просто блеск как блеск. Он должен наверняка немножечко придавать оттенок губам, хорошо увлажнять губы и при этом не оставлять липкости. Вот так вот он выглядит. Ничего замысловатого, но я люблю подобные блески. Ты ими просто намазался и побежал. Это всегда очень удобно и очень быстро и красиво. Блеск, кстати, пахнет чем-то очень сладеньким. Какими-то конфетками. Боже, почему я не ел сладкое больше? И последнее, что я вам покажу перед гудибэком, это вот такая вот база по тени от бренда NARS. Я взяла базу с оттенком. Почему я решила взять базу с оттенком? Потому что у меня очень тонкая кожа на веках. У меня постоянно, просто постоянно видно там венки. И мне не всегда хочется перекрывать это тональным средством. И больше того, в повседневной жизни обычно я наношу сначала макияж глаз, потом уже макияж лица. И, соответственно, перекрывать венки тональным средством некогда. И решила для решения данной невероятно сложной проблемы взять я вот такую базу от бренда NARS. Ну и теперь, тададам, настала пора вскрывать очередной гудибэк. Этот мешочек тоже белый, как и в прошлый раз. И здесь просто потрясающее и бомбовое наполнение. Я когда увидела это наполнение, я решила то, что все, мне точно надо, нужно срочно бежать и заказывать на сайте Культ Бьюти. Иначе просто жить нельзя, если не оформить этот заказ. Итак, не буду долго томить душу. Как я говорила, в данном гудибэке была полноразмерная палетка Наташи Денона, палетка пятерка. Не миниатюра, как мини-ретро и мини-голд, а именно полноразмерная, такая как Кранбри, такая как Коралл и прочее. И в этом гудибэке должна была попасться палетка номер пять в одном из оттенков. Всего предлагалось, по-моему, четыре оттенка. Это было не на выбор, а рандомно. Какой вам попадется, такой попадется. Лично мне попалась палетка номер 09. Я, честно говоря, не помню, как она выглядит, так что давайте вместе с вами освежать свою память. Вот такая красивенная палетка. На мой взгляд, эта палетка очень похожа на что-то вроде мини-глэм, только здесь все оттенки, как вы можете видеть, сатиновые. Ни одного матового в данной палетке нет. Это симпатичная холодная палетка. И не знаю, подружимся мы с ней или нет, потому что я больше по теплым макияжам, как вы можете на мне сейчас заметить. Но в любом случае цвета очень красивые. Мне кажется, то, что будет смотреться просто бомба. Единственное, что меня немного смущает, это вот этот вот темно-золотисто-зеленый оттенок. Подобные оттенки не всегда хорошо смотрятся, и поэтому я пока побаиваюсь, что у меня вообще с ним выйдет. Вот такие сводчи вышли у палетки. На мой взгляд, это какая-то невероятная красота. Меня эта палетка сначала не обрадовала, но сейчас я смотрю и удивляюсь. Это выглядит очень-очень достойно. Конечно же, больше всего мне нравится вот этот вот оттенок. Он такой нежно-розово-бежевый, абсолютно повседневный, который отлично зайдет под мюдовые макияжи. И тот оттенок, который меня волновал больше всего, и которого я боялась, вот этот вот золотистый, оказался очень-очень красивым оттенком, очень сложным, интересным. И он, знаете, он смотрится как старое-старое золото или бронза. Это не смотрится как-то вопиюще, не смотрится вулигарно, смотрится именно как-то, знаете, немного со старинкой, но красиво. Плохо объяснила, да, со старинкой, но красиво. Вот это я балда. В общем, поверьте на слово, смотрится очень красиво. Я уже жду-не дождусь наносить это все на глаза. Также очень меня впечатлил вот этот первый оттенок. Он холодненький, но при этом он очень пигментированный и будет хорошо ложиться на века. А другие два оттенка, вот эти два посередине, меня не очень впечатлили, потому что они очень холодные. Один из них вообще серебристый, который я не ношу от слова совсем. И, скорее всего, я просто не буду часто использовать эти оттенки. Итак, давайте дальше рыться в нашем гудибэк. Тут я нахожу средство от It Cosmetics, и это Skin Transforming Pillow Cream. Очень интересно, что это такое. Видимо, это какой-то крем под глаза. Вот такая маленькая. Баночка. Это, кстати, очень удобно. Я обожаю подобные миниатюры брать в поездки. И вот все поездки, которые у меня были за последнее время, были снабжены как раз-таки средствами от Культ Бьюти, потому что они в последних гудибэках клали очень много различных миниатюрок. Дальше я нахожу вообще невероятно интересную вещь, которая лично мне очень-очень понравилась по своей задумке. Это вот такой вот мешочек, в котором находятся пэды. Вот такие вот многоразовые тканевые диски, которые можно использовать для снятия макияжа. А потом их можно просто стирать. И это безумно удобно, потому что не нужно тратить кучу ватных дисков. Я просто терпеть не могу вот это обилие мусора после снятия косметики. Но, к сожалению, я не могу его избежать, потому что снимать с макияжа глаз при помощи гидрофильного масла я очень не люблю. Быть может, если данная вещь окажется реально действенной и работающей, то ватные диски вообще исчезнут у меня из уходовой полочки. Дальше в гудибэках лежала вот такая вот тревел-версия очищающего масла с шиповником. Очень-очень я хотела попробовать данную штуку. Недавно Оля Редотом на своем канале тоже пела дифирамбы средства пай. Так что я думаю, это будет очень-очень неплохая даже вещь. И главное, опять-таки, в тревел-формате, что очень удобно. Потому что это не мини-версия, когда ничего не распробуешь, а именно вот такой вот тревел-формат, который можно взять и в поездку, и дома тоже неплохо попользоваться. Следующее, что я нахожу, это тоже невероятно интересное средство. Это гель для душа от бренда Molten Brown. Надеюсь, что правильно произнесла. Это вот такой вот интересный гель в вкусе, запахе фири Pink Pepper. Очень-очень знаменитые данные средства. Очень они дорогие. Это парфюмированные люксовые гели, которые стоят невероятно дорого. Просто капец как дорого. И поэтому у меня, конечно же, как великой сороке, захотелось это попробовать. Недавно я приобрела наборчик с данными гелями, миниатюрочку, но пока что я его не скрывала, потому что я хотела этот набор подарить кое-кому. Но мне пришла вот такая миниатюра, так что скоро мы с этими гелями познакомимся поближе. Дальше я нахожу странную помятую серую коробочку. Это The Rich Cream. Что за Rich Cream? Интересно, вообще непонятно. Давайте вскрывать. Вот так выглядит эта миниатюрочка. Я так понимаю, что это обычный дневной и вечерний крем для увлажнения. Дальше я нахожу вот такую полноразмерную маску для волос. Это бренд InnerSense, надеюсь, опять-таки, что правильно произнесла. И это увлажняющая маска для волос. Написано то, что это будет регенерация, ревитализация сухих, поврежденных волос. Вот так-то. Следующее средство от бренда Briogeo. И это Don't Despair Repair Deep Conditioning Mask. Очень интересно. Видимо, это тоже средство для волос. Да, это средство для волос. Обычный, грубо говоря, кондиционер для волос, который вы будете использовать после шампуня. И дальше мне попадается совсем-совсем малюсенький крошечный дезодорант с бергамотом. Серьезно? Такой маленький. Ути, господи, что это такое? Пахнет, кстати, действительно очень сладенько, приятненько бергамотом и лаймом. Следующее средство вот такое вот. Это бренд, даже не знаю, честно говоря, что это за бренд. Не буду пытаться его произнести. И, насколько я понимаю, это средство от прыщей. Да, так и называется. Pimples Botans. Концентрированный серум. Следующее средство, которое попадается в будибэк, это опять Шарлотта Тилбери. Вообще, Шарлотта Тилбери часто кладут в будибэке. В предыдущем был ее Magic Cream. В предыдущем была помада, которую я очень люблю и по сей день. А в этот раз здесь Magic Cream Light. Вот такая миниатюрочка. Видимо, это что-то вроде облегченного Magic Cream от Шарлотты Тилбери. Я не очень люблю тот крем, потому что он не то, чтобы какой-то супер увлажняющий или питающий. Он хорош просто как праймер перед макияжем, на мой взгляд, и все. А при постоянном использовании, именно как уход, во-первых, он не будет работать, на мой взгляд, суммективный. А во-вторых, возможно, возникнут еще и прыщи. Но в любом случае, это более легкая версия, видимо, для кожи более такой склонной к жирности. Потому что тот крем, конечно, он такой, ого-го. Будет у вас блинчик на лице тот еще. Дальше у нас лежит вот такой вот тонер от бренда Caudalie. Я точно такой же тонер недавно уже использовала, когда ездила в Питер. У меня была миниатюрка этого тонера. Честно говоря, я не впечатлилась от слова совсем, на мой взгляд. От него было мало увлажнений. Больше того, после него я чувствовала сухость кожи, которую очень сильно хотелось потом увлажнить сывороткой и еще поверх нанести крем и всего побольше. Дальше попадается вот такая миниатюра масочки. Это глиняная австралийская маска с розовой глиной, которая должна очищать поры. Следующее средство это алгенист. И что же это такое? Что же это такое от бренда Алгенист? Написано просто наносить данное средство на чистую кожу каждое утро и вечер. Настолько, насколько вам это понадобится. Ну то есть, иными словами, это видимо просто увлажняющий крем. Спасибо, что так и написали на упаковке. Увлажняющий крем. Да-да-да. Если что, там этого не написано. Следующее средство это средство от бренда Нарс. И это помада. Вы представляете, какая милота. Это вот такая совсем малюсенькая помадочка. Господи, что же она такая маленькая? Это такая милота. Ну, честно говоря, с одной стороны это и смешно, потому что это уже очень маленькая версия, но с другой стороны это мило. Итак, здесь оттенок вот такой вот красно-красный, яркий, невероятный. Честно говоря, не знаю, насколько я подружусь с этим оттенком, потому что я такие не ношу, но в любом случае это очень-очень выглядит круто. Следующее средство это средство от бренда Рен. И это ночное регенерирующее средство. Насколько я понимаю, это написано как бальзам, но, видимо, это работает как ночная маска слэш ночной крем, который должен регенерировать нашу кожу. Следующее, что находилось в этом гудибеге, и чему я невероятно рада, это набор вот такой вот мини из четырех кисточек от бренда The Evo. Очень люблю этот бренд, очень люблю эти кисти, просто обожаю. А тут целые четыре штуки, маленькие, такие красивенькие, хорошенькие. И их, конечно же, можно использовать в поездке. Я всегда в поездке беру различные маленькие кисточки, и тут, господи, на тебе культ бьюти подогнал хороший вариант. Вот такие четыре формы кисточек. Первая вот такая кисточка бочонок, которую можно использовать как для консилера, так и для нанесения теней. Обычно я такую использую для консилера. Следующая кисточка вот такая в форме свечи, обожаю подобные кисточки для растушевки теней в складке века. Следующая кисточка вот такая плоская, очень хороша она для нанесения непосредственно теней. И последняя кисточка, которой можно наносить что-то на брови, под вот такую-либо же тени. Я обычно не использую эту кисть никогда для бровей, потому что она делает слишком толстые линии, которые я не люблю, но зато эту кисть я периодически использую для растушевки карандаша и для прорисовки стрелок при помощи теней или же, опять-таки, для подтушевывания краешка стрелочки. Надеюсь, понятно. Ну и последние три средства в данном гудибеге это вот такие вот масочки. Первая из них это маска от Wishful, называется она Chin Left. Это бренд, второй бренд у Huda Beauty. Huda Beauty это бренд декоративной косметики, Wishful это ее бренд уходовой косметики. Честно говоря, ничего от него не пробовала и не говорю даже желанием, потому что не самые лестные отзывы обычно на данный бренд, но раз уж он попался, то почему бы и нет тканевой маски, я все равно так или иначе практически постоянно использую. Следующая маска от бренда Pathology это увлажняющая маска, пятиминутная, она содержит в себе гиалуроновую кислоту и витамин B5. Опять-таки, если я неправильно произнесла название бренда, простите меня, я впервые вообще с ним сталкиваюсь. И вот еще одна маска, которая лежала в этом гудибеге и она есть последняя. Вот такой вот состав гудибега вышел, мне очень-очень он нравится, по-моему невероятно крутой состав. Есть декоративная косметика, есть уходовая косметика, есть travel версии, есть полноразмерные версии. Я гораздо-гораздо более довольна именно этим гудибегом, нежели чем двумя предыдущими, которые я получала. На мой взгляд, очень крутая задумка, которая просто все стороны вашей макияжной жизни вам удовлетворяет. Ну, пожалуй, только с сыворотки, нет? Было бы неплохо, если бы она здесь была. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Напоминаю вам, что если вы хотите что-то вместе со мной протестировать, если вам что-то понравилось из этого видео, то нужно всего лишь написать об этом в комментариях. А в будущих видео вас ждет обзор Charlotte Tilbury новинок и много-много также всего прочего интересного. Так что не забывайте подписываться на канал и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok